Легендарной военной песней открылась встреча сестра Рецкого экспромт-клуба Мастериум. За два года активной работы в библиотеке «Колокольчик» клуб отмечал и День археолога, и День домового, и День индейца. Развивающий досуг его руководители решили отныне сделать для детей не просто занимательным, но и полезным в плане выбора их будущей профессии. И с Нового года на встрече особое приглашение получают настоящие представители разных сфер деятельности. Сегодня почетным гостем Мастериума стал сестроречанин Олег Бушко. С чего начнем? Правила обращения с оружием? Да, давайте. От слов к делу решили перейти сразу. Руководитель молодежно-патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж» работает с детьми уже 10-й год. Тем, что знает и умеет сам, он делится с подростками на занятиях, экскурсиях и встречах. Второй год Олег Бушко возглавляет штаб регионального отделения юно-армейцев Ленинградской области. Нового молодежного объединения, о котором присутствующие родители попросили рассказать поподробнее. Детская организация, подготовка к службе, подготовка настоящего гражданина нашей страны. Какие условия? Наличие восьмилетнего возраста. В принципе, меня даже не волнуют физические данные, потому что я ж не ставлю целью сделать просто Рэмбо, который там может бежать без перерыва, стреляя во все стороны, ничего не есть, там, спать на снегу. Дело-то не в этом. Плохо, если он не хочет ничего, если он хочет курить, если его тянет попробовать спиртное. Ну, поимка со спиртным в руках – это вылет из клуба сразу. То есть это знают все. Вот как угодно. Ну, если я поймал пьяного или с бутылкой, ну, тут предупреждений нет. Ребята вместе с руководителем посещают тематические музеи боевой славы, на местности изучают историю и географию, принимают участие в торжественных мероприятиях, но прежде всего регулярно работают над собой. К воспитанникам по выходным на волонтерских началах приезжают тренеры и обучают их основам рукопашного боя, тактики выживания, проводят общую физическую подготовку ребят. При хорошей успеваемости в школе юнормейцев берут на выезды, слеты и игры. Проводят с ними тренировки на скалодроме, в тире, но в первую очередь, конечно, на сестра-резком рубеже. Пострелять из автомата стрейкбольного, побегать по полосе препятствий, которую вы видели, попробовать кинуть гранату, не на дальность, на меткость. На дальность кто угодно кинет, а вот на меткость намного тяжелее. Вот. Ну, штык может. И совсем еще маловатый штыком мешок потыкать. Потыкал. Тыкал. Ну, и в сам музей зайти, посмотреть. Все-таки сам музей – это что же такое сооружение? Ну, туда, когда попадаете, надо просто задуматься, в каких условиях солдаты служили. Вот. И наш слон, он самый большой, самый комфортный из всех огневых точек, которые вообще есть на Карельском перешейке. На встречу с будущими защитниками Отечества Олег Бушко не мог прийти с пустыми руками. Мальчишкам он решил сделать сюрприз и принес два настоящих легендарных оружия. Первым стал макет автомата Калашникова АК-74М. Сконструированный в 1947 году, этот автомат до сих пор стоит на вооружении и остается непревзойденным по многим качествам. Олег Николаевич продемонстрировал ребятам его составные элементы, пояснил, как правильно и безопасно автомат разбирать и собирать. Обратил он также внимание и на то, как следует держать оружие в руке, будь оно настоящее или игрушечное. Вторым оригинальным экспонатом стала винтовка образца 1891 года, легендарная трехлинейка Сергея Ивановича Мосина. Для жителей Сестровецка знать про винтовку Мосина надо обязательно помнить, что она такая была, что она такая и есть до сих пор. Вот она какая замечательная. Стоит ли говорить, как ребят заинтересовала эта встреча? Беседа показала, что некоторые из юных гостей уже весьма неплохо разбираются в технике. Реальные артефакты и история взамен войнушек, компьютерных игр и фильмов могут помочь развивать их увлечение в грамотном направлении. Тяжелая? Конечно. Молодец. Как самые смелые.